здарова ребятки с вами бетард 671 поэт философ и музыкант и в этом ролике я буду проходить stronghold 1 издание hd вы находитесь на моем игровом канале который называется афиноген хикарский не путайте с основным или live каналом в общем то чем отличается издание hd от обычного я бы сказал на самом деле ничем кроме как тут появилось разрешение 1920 на 1080 и теперь если например ты ставишь игру она у тебя не будет растягиваться непропорционально то есть если например раньше мониторы были у всех какие-то квадратные да сейчас они у всех широко форматные что ли да вытянутые вбок поэтому всякие игры старые типа starcraft а типа crusader а типа орды 2 да они растягиваются конечно некоторые издатели то есть разработчики да они выпускают свои игры в новом формате например есть edge of empires hd и edge of mythology hd в принципе достаточно неплохо они сделали конечно они это сделали скорее всего для того чтобы тупо денег сорвать немножко да но тем не менее для фаната этих игр наверное все таки круто иметь hd версию вот например сейчас до запустил спокойно стронхолд 1 ничего не растянулась все выглядит нормально работает тоже нормально в общем то играешь ну и чувствуешь себя как бы человеком да они существом который приспосабливается к растянутому рисунку вот собственно здесь я объединил получается три ролика потому что первые три миссии они самые простые здесь нам нужно что-то накопить кажется мясо и дерево изначально я тупо настроил очень много лесопилок и потом натыкал на то дерево которое у меня было натыкал этих избушек охотников чтобы быстрее мясо добывали да и вообще рекомендую в принципе всем людям кто хочет начать играть в stronghold crusader или просто в stronghold да начать именно с первой части потому что здесь все идет поэтапно и постепенно то есть некоторые здания заблокированы и вначале ты грубо говоря привыкаешь к интерфейсу вот первая миссия пройдена теперь вторая я отключил здесь музыку также отключил полностью голоса и остались только звуки в самой игре вот поэтому если вы хотите полноценно играть то конечно стоит оставить все как есть то есть чтобы голос да и звук то есть я имею ввиду музыка были в нетронутом виде потому что все таки какой-то атмосферности добавляет ему зончик вот следующая миссия нам нужно достроить замок и что-то опять накопить я не помню что то ли дерево то ли мясо кажется мясо и у нас вообще нет ничего я имею ввиду из оружия мы не можем построить ни казарму не арсенал потому что это начальная миссия да здесь все заблокировано и потихонечку с каждой новый что-то открывается и естественно тут же есть еще и сюжетная линия чем мне нравится первая часть то что тут длинная сюжетная линия здесь получается противостоимое некоторые банде до крыси и змее кабану а потом еще был волк и вроде все что ли да и нам помогают время от времени всякие люди типа там монахов например помню в одной миссии там вроде как на нас начали нападать мечники то технологии по созданию арбалетов еще не было и там короче появляется монах такой говорит мы короче брат мой передаем вам технологию да и теперь вы можете мочить мечников да и короче арбалет начали появляться и можно было их делать вот короче я рекомендую начать играть именно вот с первой части с включенным звуком также попробуйте именно русскую версию от 1c потому что все-таки все-таки я просто играю как бы английскую версию потому что к я уже привык потому как в детстве у меня была только единственная как бы первая часть от 1c вот crusader кстати у меня был какой-то пиратский то есть на диске и там короче был какой-то перевод то ли фаргус то ли какой-то подобный ну в общем там был только текст короче и не было нифига звуков но между голосов то есть ты слушаешь английский язык и параллельно у тебя на фоне озвучено русским вот а stronghold 1 он как раз таки уже был изначально уже то есть как изначально у меня был изначально он русском лицензия да а crusader очень долго кстати не переводили его карте то ли в 2004 там что ли или в 2005 даже перевели ну короче что-то поздно его как-то перевели я имею ввиду полноценно от 1c и тогда несмотря на то что у меня был crusader обычный то есть на как бы с перед с переводом до от фаргуса или от кого-то подобного тем не менее я купил себе диск помню с русским переводом потому что было интересно что и как но в принципе там ничего не отличается от оригинала да просто русский перевод которому очень сложно изначально было привыкнуть вот эта миссия кстати уже подходит к концу потому как у меня много охотников мясо быстро собирается собачки быстро его приносят доверите вот миссия пройдена и теперь третье задание я решил поставить кажется свой домик на холме точно точно на холме поставил его и что-то надо было сделать кажется что же надо было сделать я не помню что-то опять добыть потому что первые миссии они самые простые но иногда конечно там на тебя нападают нападают всякие крысы да змеи волки и у тебя только изначально выбор как бы из воинов особо не велик то есть либо лучники либо деревянные пикинеры и все это в самом начале там кажется не было пикинеров исключительно лучники и из-за этого мне приходилось строить очень много охотничьих избушек также приходилось строить очень много лесопилок то есть для чего мне это нужно было чтобы войска которые с пиками но чужих до которые приходят к нам замок они сражались бы с но обычными крестьянами потому как все таки в первой части хорошо то что охотники они могут стрелять и еще по соперникам если в крусейдере это пофиксили и по сути они игнорировали тех кто на вас нападает до продолжая охотиться то здесь они останавливаются натягивают тетиву и стреляют конечно урон у них очень слабенький и должно быть где-то совершено быть 34 выстрела чтобы убить соперника плюс они очень и очень медленно это делают даже вот эти английские лучники которые медленно сами по себе стреляют если сравнивать их с арабскими лучниками да я имею ввиду если сравнивать со стронхолдом крусейдером они это быстрее получаются да а как бы охотники которые которые ловят добычу да они вообще прям тормознутые да здесь вначале самая как бы главная проблема это большое количество волков также хреново тучи медведей и в некоторых миссиях они действительно могут подпортить немножко жизнь они постоянно выбегают откуда откуда-то да то ли они плодятся так быстро потому как если посмотреть на оленей олени здесь плодятся очень интересно например бежит стайка раз в каком-то месте она остановилась и уже после того как олени поднимаются с места с одного места где сидел один олень появляется два грубо говоря и наверное точно так же и волки потому что они ложатся в одну кучу и потом как-то они короче там себя клонируют а здесь нужно было избавиться от всех волков кажется точно вот что было самым главным в этой миссии получается слева стая волков и и я туда поставил поставил как можно больше охотничьих избушек и лесорубов потому как у меня очень мало здесь было лучников я конечно нанимал но было проще конечно сделать как я сделал тупо чтобы там появлялись мои чувачки автоматом шли из замка и там потом сражались в общем то это частично помогло потому что большая часть волков была убита и в общем то миссия была быстрее пройдена вот конечно лучников я тоже отправлял потому что некоторые волки лежали где-то в углу до них не добраться было и пришлось взять немножко лучников и уничтожить их то есть этих волков этом все с вами был битар 671 поэт философ музыкант спасибо за внимание пока